Так, Тельцы. Прогноз на ноябрь 2024 года. Что ожидает наших Тельцов? Знаете, мне показывают прям такой военный корабль, такой эсминец, и такая борьба, как перестрелка какая-то, что-то такое, понимаете, как-то воинственно настроены. Это говорит о том, что именно в ноябре месяце у вас будет как... Вы будете с кем-то бороться, или с вами кто-то будет бороться. Ну, такое воинственное состояние будет. Либо вы что-то будете отвоёвывать там, свою какую-то работу, или защищать кто-то дипломную, да. Ну, свой статус отвоёвывать, своё место в этом мире отвоёвывать. Ну, что-то такое вы как-то воинственно настроены. Ну, вот. Кому-то что-то доказывает о том, что вы правы в чём-то. Это вот какая-то воинственная настроенность у вас будет. Так, карты Таро Снов. Посмотрим. Значит, Дама Жезлов. Пришло время борьбы. Вообще, вы прям склонились. Вас так прижало, видно, всё, что вы пытаетесь бороться. И найти в этом борьбе как равновесие. Прийти к соглашению через борьбу. Тем самым по Солнцу мотивируя о том, что надо было вот так, а не так. То есть, доказывая свою правоту. И вас это болезненно как-то вот. То, что с вами происходит, это болезненно. Вас ранит. Но, тем не менее, смотрите. Это вам как испытание. Вот ангел стоит. Дама мечей. Ангел вам даёт такое испытание. О том, что отстоите вы себя или нет. Вот вас слишком так долго наклоняли. Вязали из вас верёвки. Теперь вам пришло время показать, кто вы такой есть. И то, что вы делали, вы делали правильно. Манипулирует. Потому что по Солнцу всё идёт. И как бы это болезненно не было, ангелы вам в помощь. Так что отстаивайте свои позиции. Нужно отстоять. Но это в то же время, понимаете, чем сильнее мы отстаиваем свои позиции, тем, скажем так, в этих ситуациях, в которые мы попали, тем сильнее мы становимся сами. Дух наш сильнее становится. Не слабый. То, что он может сам за себя постоять. Этот дух. Только надо идти по светлому пути. Я уже в каждом видео всем говорю. Светлый путь – это идти по божественной линии. Не по чёрному пути. То есть обмануть там кого-то, подставить, наговорить, подсунуть какое-то дело. Это тёмный путь. А надо пробивать свой путь светлый. Идти, делать так, как надо. А там тоже будет то, что будет. Понимаете, там уже вы не должны решать. Это решает Бог. Но главное – сделать всё правильно. В своих каких-то поступках, в каких-то документах по отношению к родственникам, детям. Делать правильно. А правильность вам подскажет только вам в своё сердце. Больше ничего. Если в сердце тепло, значит поступок правильный. Если в сердце холод и противоречия, то делать этого не надо. Это у нас как камертон сердца. Так, карта Ленормана. У нас для тельцов. Ой-ой-ой, да, гора, гора. Не только с божественной силой можно её преодолеть. Такая гора. Надо быть как дети. Понимаете? Вся эта мышечная возня вокруг вас из высшего общества. Там что-то... Столкнётесь вы, конечно, с проблемой. Но это испытание, испытание. И вы будете стоять перед выбором, по какому же вам пути идти. По светлому пути или по тёмному. Понимаете? Соблазн такой всё-таки будет. Потому что светлый путь это всегда, знаете, такой тёмный, как бы у вас сильно не било о жизни. Всё равно, вот видите, надо проходить через иконы. Иконы. Обращаться к высшим силам. Иконы, а там к высшим силам. Как бы вас там не подтачило внутреннее ваше состояние. Да надоело мне бороться. Да надоело уже. Надо уже по-другому. И тогда вам Бог покажет правильный путь. Видите? По солнцу, если вы идёте правильно. Так. Теперь по языческому тару. что ожидает наших тельцов? Посмотрим, что тельцы нам готовят в ноябрь месяц. Вот дьявол. Видите? Вам будет подмывать, испытывать дьявол. Противостояние. Такое какое-то с вами. Вот эти... Страшный суд. Вот суд. Понимаете? Вас это будет пугать. Потому что надо выбирать светлый путь. Как бы вам тяжело не было. Вот осуждение какое-то. Вот. И вы как бы остаетесь одни. И у вас как бы... Вам пытаются закрыть глаза. То есть пытаются вас как-то обмануть. Вот видите? Тёмная сила вот закрывает вам глаза для того, чтобы вы не увидели того, что действительно с вами происходит. Вот. Но вы всё победите. Вот. Твойка Пентакли. То есть свой путь пройдёте удачно. сколько бы вы не поломали своих этих самых мечей. Всё будет удачно. И поможет вам эта семья. И заложатся новые ростки к новой жизни. Ну, ты понимаете? Это всё показывает о том, что это вот как испытание в ноябре месяце. По какому пути вы пойдёте? Понимаете? Радуга по светлому всё-таки выходит в том, что как бы сложно не было. Вот видите, ребёнок, дива. Вы всё равно выберете светлый путь. Пройдёте эти испытания, какие бы они сложные не были. И как бы вам не захотелось кого-то подставить, всё равно вы это не сделаете. Всё у вас будет хорошо. Так. Теперь мы карты стихий. Что ожидает? Подсказывает нам карта стихий для тенцов. Знаете, сколько я не гадаю, то оно получается вот как испытания всем идут в этом году и всё. Двойка огня. Потенциал, возможность озарения. Перестаньте сомневаться в собственных силах. Раскрывайте, раскройте свой потенциал. То есть это говорит о том, что для того, чтобы раскрыть свой потенциал, вы знаете, я когда-то ходила тоже к ясновидящей. И у меня там в жизни сложилась проблема. Я говорю, а зачем они же мне вот это врали, например. Я там как бы ходила там по болезни, да. А по факту анализы как бы не те были, а по факту я здорова. И я говорю, а зачем же такое испытание мне? Это я варю лично своего опыта. А мне она и говорит это вот ясновидящая. Для того, чтобы ты стала сильнее, сильнее. Вот дух твой стал сильнее. Поэтому тебе дали такое испытание. Как ты на это отреагируешь? Болезнь, между прочим, не каждый раз, если ты примешь эту болезнь, примешь в себя, значит, это дух слабый. Ты заболеешь, и как бы тебе будет плохо. А если ты понимаешь, и у тебя внутри ощущение, что ты здоровый, а тебя обманывают, и этот анализ у тебя плохой, и надо перепроверить, это на этом как бы закаляется наш дух. На этом это самое душа наша. И уверенность, вера, главная вера, что ты здоровая, и вера побеждает. Вот я пошла, передала анализы, и у меня анализы хорошие, потому что вера в то, что я здоровая, и ничего меня не сломит, оно, значит, делает сильнее наш дух. Вот у вас такое же испытание будет, понимаете? Вот как вот я себя лично привела, к примеру, у вас вот тоже такие какие-то испытания будут. на прочность на вашу, на вашу веру, понимаете? Может даже кто-то кого-то оговорит, а вы этому поверите. А не надо оговорить, понимаете? Не надо этому верить. Может возьмут, например, вашу девушку, а говорят, что она там такая-сякая, она там непонятно, что там надела. Вы это поверите. Вот, а на самом деле девушка ничего не делала. Девушка хорошая, чистая девушка, ну, к примеру, как вот. Так что это огромное испытание в ноябре месяце будет для тельцов, но оно проходимое, проходимое. А как это различить, правда это или неправда, столько сердца, все. Задаете вопрос высшим силам, и как сердце реагирует, а правда это или неправда. Тепло в сердце, значит правда. Если что-то вас скребет, кому по сердцу понимаете, значит, это неправда. всем удачи, всех люблю, целую, заходите на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, всех люблю, целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok